Валерий Седов 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 О страхах, убеждениях, установках, определяющих нашу жизнь и частенько делающих нас страдающими. Синяя борода – метафора. Образ главного героя – собирательный. Воплощение того кошмарного тирана, который для каждого свой, и чаще всего он внутри. В центре истории – женщина, женская судьба. И события, которые происходят в обычной жизни каждой женщины – рождение детей, сватовство, свадьба. Но почему зачастую, проходя этот путь, женщины чувствуют себя жертвой? Размышления на эту тему визуализированы на сцене Рязанского театра «Кукол». Вы знаете, я когда-то мечтал поставить спектакль, спектакль «Балет, пластику». Вот так вот сложилось, что не удалось. Но я счастлив, что в нашем театре появился такой спектакль. Несмотря на то, что я очень люблю ту синюю бороду, которая была для младшего возраста, для детей, а это спектакль такой женский и в то же время такой мощный, и про нашу жизнь, и совершенно необычный. Спектакль без слов. Оттого очень личный, практически интимный. Каждый зритель слышит свою собственную историю. Мои впечатления замечательные. Мои впечатления оправдали мои ожидания. Это самое главное. А просто у нас самые лучшие артисты в нашем театре. И самые замечательные постановщики, которых мы приглашаем к сотрудничеству. Действительно, режиссер Анна Конен, музыкальный руководитель Артем Тульчинский, пластический режиссер Павел Фролов создали спектакль, аналогов которому на рязанской сцене не было. При этом обошлись полностью силами труппы Кукольного. Сложная хореография, вокальные партии, исполненные артистами, и даже музыку, написанную специально для спектакля, сыграли сотрудники театра. Все, что вы хотели сказать, удалось сказать? Да, да, удалось. И, конечно, я своих артистов называю подарок судьбы. Просто только в такой команде можно было так развернуться и столько себе позволить. За творческим процессом мы подглядывали пару недель назад. И вот как в песне «Волшебника» из знаменитого фильма Марка Захарова, из «Миража», из «Ничего» вдруг возникает чей-то лик и обретает свет и звук, и плоть, и страсть. Каждый день мы сейчас набираем, набираем, набираем. И сейчас они уже входят в такую зону, когда они уже перестают заниматься хореографией, а занимаются уже смыслами. И, конечно, они плетут какой-то удивительный мир. Ну, я лично сижу немножко, у меня глаз наполняется слезами периодически, а периодически я как сумасшедший хохочу. И, не знаю, мне кажется, что рождается какая-то невероятная, трогательная, смешная и очень какая-то человечная история. Я очень доволен. Спектакль, несомненно, вызовет массу дискуссий и обсуждений. Кто-то, как наша съемочная группа, будет в восторге. Кто-то не поймет, в чем связь сказки Шарля Перро с действием на сцене. Таков путь смелого и яркого произведения искусства, необычного, новаторского и очень эмоционального прочтения всем известной, казалось, детской сказки. Но эстетическое удовольствие получит каждый, кто решится сходить. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!